Привет, народ Ютуба! Привезли, принесли, дали на ремонт DVD-проигратель, я так понял, и всё остальное. Ну, смотрю, придётся это скрывать. Скорее всего, шнурок здесь оборванный. Наверное, сейчас сразу и глянем. Изоленте 300 лет уже. Наверное, чтобы не перегибался провод, видите, наверное, тут он всё-таки перегнулся и оборвался. Посмотрим, что у нас тут имеется. Да, экранчик квадратный 4х3. Говорит, кнопка плохо работает. Запах сигарет, по ходу курят по полной программе. Так, говорит, динамики плохо работают. Тут уже замусолено вижу. Сейчас включим, посмотрим, что он себе представляет. А потом уже будем вскрывать. А то вскроем, а он, блин, никакой вообще. Ну, смотрю, пломба сорвана, поэтому тут уже кто-то был. Так, болтик в стороночку. Да, тут, по всей видимости, аккумулятор был. Аккумулятора нету. Я вижу, там разъём есть, куда аккумулятор подключался. Ну и ладно, подключил. И, по всей видимости, отсутствие сигнала. Наверное, используется антенна. Походу, его используют только как телевизор. С этой стороны PC смотрю. Мини-USB разъём. Тут питание. Включить, выключить. Выключил, включил. Сзади есть USB вход. Сюда карточку памяти можно вкнуть. Здесь видео вход. Можно камеру наблюдения подключить. К примеру, на двери там поставить. Видео выход имеется. Наушники и геймпорт под USB. Наверное, джойстик ещё должен быть. Впереди только инфракрасный, вижу. Раскрутил 19 шурупов и один болт. Что мы тут видим? Я тут видим много грязи, много пыли. Надо щёточку всё это пострушивать. Так, а это что у нас? Это у нас табак. Ну и запах чувствуется. Так, динамик, он, по-моему, говорил. Правый динамик. Проблема. Динамики у нас 8-омные, двухватные. Так, я говорил, кнопка заедает. Что тут заедает? Туга, да. Где-то там надо будет снять, посмотреть. Ну что, так вроде бы претензий нет. О, это уже гуляет. Это что за шлейф? Вот такой шлейф используется, видите. Я в одном из подобных аппаратов видел, там многожильные проводочки идут. Не вот так шлейф порезанный. Вот примерно провода отдельные. Вот такой формат. Мы решили так сделать. Ну, я смотрю, тут шлейф большой, поэтому так и получилось. Так, что у нас тут? Там куча кондёров. Тут тоже куча всякого разного. Ещё один шлейф. Малёху неудобно было. Так, немножко неудобно. Вот так берёшь на этот, на ремонт аппарат. Ну, я тут тараканов не вижу, но я, в общем, как бы, попадаются тараканы. Так, изолента. Вижу изолента. Это уже не отсюда. По всей видимости, тут уже кто-то что-то делал. Ну, да. Говорит, плохо работает. Посмотрите, как это сделано всё на высшем уровне. То есть, паять надо. Они окислились. Их просто, как бы, скрутили и всё. Я думаю, припаять будет динамик нормально работать дальше. Динамик же живой. Живой. Ладно, сейчас я пыль погоняю. Здесь немножко порядок на виду и потом продолжим. Вот как тут интересно, много всего. Чипы там разные и всё такое. Паять можно только днём. Вечером падает напряжение и всё на этого. Паяльник не прогревается практически. Приходится вот таким 60-ти ваттным. Да, 60 ватт паяльнику приходится паять таким. Сейчас, конечно, не вечер, не день, но сегодня суббота. Поэтому все дома. Сейчас мы все прожарим. Пропаяем. Это я динамик паяю, кто не в курсе. Малёх, неудобно здесь. Я в комнате. Не на своём рабочем месте. Вот у нас получается. Сюда питание подаём. Здесь у нас вкал-выкал. Включить-выключить. Такая навороченная система. Такой стабилизатор стоит. Интересный. Тут, по ходу, земля одна и три. Две земли. Это чёрная и коричневая и одно напряжение. Странно как-то. Вот я опять-таки сужу, потому что на платье нарисовано. А так кажется, что, блин, три напряжения и одна земля. Фигушки. Зачем делить тогда разными цветами? Не знаю, блин. Здесь, получается, плюсовая, здесь минусовая. Всё. Напряжение не указано. Не хочется мне. Так, тут у нас, получается, подсветка идёт и инфракрасный датчик. Здесь у нас инфракрасный датчик. И индикация. В принципе, тут всё, да. Здесь у нас вход-выход аудио. Наушники. Процессоры. Что у нас за чипы? Да, серьёзная система. Тут всё так сложно напаяна. Тут половина нету, отсутствует. Почему-то так решили. Так, здесь у нас кнопки скрывать нет смысла вообще. Тут у нас вот всё датчик идёт. Инициализация диска. Есть диск. Значит, фиксируют нету. Механический, кстати. Это крышка закрыта, это не закрыта. Да, концевой крышки. Механический. Вот такая система. Это у нас тут телевизор, TV-тюнер, скажем так. С TV-тюнера, смотрите, вот тоже интересно. Тут есть сигналы у нас тут. SDA, CTL, корпус, 5 вольт, опять корпус, AT и TV. Может, неправильно произнёс. Ну, скажем так, вот отсюда, с этого модуля идёт сразу на монитор. Видать, в мониторе там ещё часть схемы расположена. Так что, получается, эта система у нас тут усилитель. Это у нас чтение дисков. Это у нас инфракрасный порт. Датчик принимает. Ну, в принципе, и всё. И управление. А сам тюнер, часть там находится. Так, ну, почистил, спаял. Сейчас я соберу до кучи. Вот это всё скручу, заизолирую. Ну, смотрите, ребята, предыдущий мастер, насколько я понимаю. Вот, видите, питание, всё, динамик стоит. У этого динамика нет питания. Смотрите, там заведено что-то вовнутрь. Провода ещё прижаты, не знаю, может, подзакорочены. Короче, динамик этот не подключен. По всей видимости, сгорел. Сейчас мы проверим это. Так, выставил пищалку. Да, в обрыве сгоревший. Что они туда внутрь запихнули, сейчас будем смотреть. Динамика открутил еле-еле. Ну да, этот убитый. А здесь другой. Совершенно другой динамик. Весь грязный. Запылённый. Что получается? Тут динамик. Откуда-то вырвали, наверное, с ноутбука или ещё откуда-то. Ну, сравнить. Ясно, что и по мощности разные. И всё остальное. Ну, короче, получалось, что знакомый рассказывает. Ну, тот, кто принёс этот аппарат. Сдавал он этот аппарат в мастерскую. Вроде как официальная мастерская, не знаю. Вот. И принесли вот такой вот. А ещё этот аккумулятор, можно сказать, украли. Как-то так. Ладно, всё, вроде бы, собрал всё, разобрался. Сейчас всё складываю и смотрим, проверяем. Ну, и после всего заглянем сюда по питанию. И надо будет заняться вот этим блоком. Почему он плохо нажимается, с трудом открывает крышку CD-диска. Походу, тут просто смазать бы силиконом. Тут такого особенного ничего и нету. Получается, нажимает кнопка. Наклон не очень. Ну, вообще, мне эта схема не нравится. Хотя, с другой стороны, ослабить пружину, послабее сделать пружину, я думаю, будет нормально нажиматься тогда. Не надо будет извращаться. Тут, блин, получается очень сильно нажимать надо, чтобы он открылся. А так, в выработке, в принципе, не видно. Всё чистенько. Ну, в смысле, нормально. Выработки, наверное, всё-таки... Сейчас попробую пружину вынять, ослаблю её. Часть витков откушу просто-напросто. Растяну, она будет послабее. Тогда будет фиксировать. Я не знаю, зачем здесь такая тугая пружина. Кому интересно, вот я крышку содрал в ТВ-тюнере, которая раз, два, три, и потом сам приёмник. Ну, тут уже выпаивать надо, поэтому с той стороны мы ничего не увидим. Пока только с одной стороны. Походу, катушечку раздвигали. Я вижу, тут оставили отверстие для того, чтобы можно было как-то подстроить. Так, вроде бы всё закрепил, запаял. Вроде всё нормально. Сейчас прикроем крышечкой. Накрываем всё это дело. Переворачиваем. И будем проверять. Так, в первую очередь DVD. Всё, сразу же. Смазал. И не надо было пружину ослаблять. Просто достаточно было смазать. Проверим, как он звучит. И после этого надо будет всё-таки вскрыть, разобрать блок питания. Вот это вот барахло, вот эту изоленту синюю, классическую. Нафиг удалить. Ну, я думаю, проблем нет. Проблема только в том, чтобы аккуратно вскрыть и потом аккуратно закрыть. Что у нас за блок питания? 13,5 вольт, 3 ампера. Скажем так, можно в автомобиле сразу напрямую. Я не знаю, прикурывалка сколько вообще в автомобиле. Топ, какой выдерживает. Кто знает. Подскажите. Есть. Сразу музыка пошла. Царапается. Так, на громкость. Что делать с двигателем, чтобы не шумело, ребята? Эк трактор, смазать надо его. Ладно, полезли в этот блок питания. Так, 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 так. Открутил два полта. С этой стороны защелки у нас. Это к тому, что может кто-то не знает, что может и так открываться. Так, 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 так. Ну что, тут в принципе нормально все. Все аккуратненько. Запах, правда, есть немножко. Это у нас радиатор в термоусадке. Зачем-то. Зачем, не знаю. Тут тоже аккуратненько. Ладно, сейчас паяльник нагреется. И мы все увидим. Все сделаем так. Сейчас, я думаю, можно напряжение проверить. Что у нас тут получается? Тут не написано. Написано. 12 вольт написано. Ладненько. Сейчас включим, посмотрим, насколько здесь 12 вольт. Но аппарат работает. Как бы нареканий нет в этом отношении. 13,9 вольт расчет. С расчетом на просадку и с расчетом, как-никак этот аппарат используется в автомобилях. А там напряжение может быть и больше во время зарядки аккумулятора. Но как бы, наверное, рассчитано на все это. Пока рассмотрим. Интересно просто, как другие делают. Синяя изолента. Вот эта паршивая изолента, она липкая составная, оставляется на пальцах. Что не очень хорошо. Ну вот, видите, скрутили. И заизолировали. И все. А как по-другому, да. Сейчас покажу, как по-другому. Вскрыть, пропаять. Все это дело. А как же ж. Вы хотели. Так, не попутать, где плюс, где минус. А то они оба черные, как видите. А нет, тут есть метка. Тут метка-метка. Полосочка светленькая есть. А светленькая полосочка у нас на плюсе. Ну и, естественно, плюс обычно помечается. Вот как оно тут и пометилось. Так что проблем нема. Нема и нету. Так, что у нас тут. Ооо. Тут медь уже настолько старая, что она совсем не медь. Она окислена снаружи чем-то. Полное окисление. Поэтому без спецсредств залудить будет сложно. Ну, что у нас тут. Все. Или не все. Ну, почти все. Сейчас залудим это дело. Все будет нормально. Наверное, вам слышно этого. Алекс Линк на заднем фоне. Слушаю его стримы. Общение и все такое. Так. В идеале было бы, конечно, дырочку сделать. Что-то мне не хочется. Так. Где тут у нас? Вот она. Полосочка. Вначале полосочку. Так. Еще можно определить по конденсаторам. Где плюс, где минус. У нас полосочка плюс. Прогреваем. Вот. Так. И второе. Все. Пропаяли. Надеюсь, все аккуратненько получилось. Теперь, как новенькая. Проблем не будет. Еще там нету, да. Видите, тут квадратная, так сказать, выемка. Здесь вставлялось ограничение. Но нету его. Нету. Поэтому надо что-то придумать. А чем придумать? Скорее всего, мы засопливим ее термоклеем. Я пока другого не нахожу варианта. Можно изолентой, конечно, замотать и плотненько всадить в это отверстие. Тоже как вариант. Раньше я так и пользовался. Так и делал. Все. Тут, в принципе, ничего такого особенного-то и нету. Поменяли, пропаяли. И все на этом ставили. Получается, болтается не очень хорошо. Туда и тараканы будут залазить. Если что-нибудь металлическое попадет и потом будет проблема. Вот тут 13,5 вольт, так и написано, 3 ампера. Середина плюс, наружная минус. Вот как я и говорил. Вот, пожалуйста, все данные. Наверное, все-таки я изолентой тут уплотню. Изоленты синие много. Вадом просто. Ребята, всю эту изоленту извел. На этот блок питания. Все зафиксировал. Ну, так как-то будет выглядеть. Кустарная работа. Ну, а что ж. Что ж вы хотели? На больничке. Ход сделал. Работает. Показывает. Качество не очень, конечно. Ну, как-то так. Работает, короче. Работает. И ладно. На такую антенну. Вот. Видите, да? Если правильно поймать сигнал. Все. На этом я заканчиваю, ребята. Всем спасибо за просмотр. Пишем комментарии. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Делимся с друзьями. И до новых видео. Всем пока.